Витя, давай! Здравствуйте, дорогие друзья! Я студент группы РЭС-12, Самурин Сергеевич. Как вы там, в команде говорили «Малыши карандаши». Я бы хотел поговорить на тему «Что такое правду?». Вот кто говорит, знаете, там люди идут из-за денег, кто-то говорит из-за самоупреждения. На самом деле, дорогие друзья, это нелегкая работа по улучшению жизни студентов. Много кто там кажется, что это все так просто, все легко. На самом деле это не так, потому что у нас, мы все учимся в Донецком национально-техническом университете. Здесь серьезно относятся к образованию. Нам предъявляются серьезные требования как к инженерам и как кандидатам. У нас образование серьезное в университете. И вот наш процесс довольно-таки требовательный. И много времени уходит на учебу, на подготовку, на то, чтобы выйти на стипендию, вырваться. И цель правкома нашего из студенческого самоуправления – делать эту жизнь ярче и красивее. Делать для студентов всякие мероприятия, в которых они могут потом взаимодействовать, в которых они будут помогать друг другу. Это первое. Во-вторых, поступая на радиотехнические факультеты, каждый человек является расположенным к радиотехнике или технической специальности. Есть люди творческие, есть люди, которые спортсмены, есть люди, которые, вот там, КВНчики, и которым надо, необходимо учиться. Они понимают, для чего учиться, но им необходима поддержка. Таких людей необходимо поддерживать правком и студенческое самоуправление. Если у нас в школе была все время либо женщина, либо мужчина, которые занимались организацией праздников, которые занимались организацией всяких мероприятий, то здесь у нас такого нет. Здесь все зависит от нас. Каждый делает праздник сам себе. То есть мы студенты, и мы уже взрослые люди, и все в наших руках. И для этого создается студенческое самоуправление и правом. И, соответственно, правом. Для того, чтобы от имени университета поддерживать студентов, и это студенческое самоуправление. Мы должны делать сами праздники, мы должны участвовать активно в жизни факультета. Отсюда, что бы я хотел сделать? Я хотел бы сделать... У нас есть весенний-осенний период, для того, чтобы объединять факультет, чтобы все были дружнее вместе, делать выездки на природу, организовывать день студента, допустим, арендовать помещения перед днем студентов, делать такие мероприятия, в которые каждый может познакомиться, близже друг с другом. influenца, для того, чтобы старшие, старшепурсники ознакомились с первокурсниками, первокурсники со старшенькими курсниками, для того, чтобы первокурсники помогали старшепурсникам реализовать какие-то их проекты, а старшепурсники наставляли и помогали учиться на факультете. в факультете. Самое страшное для меня, что может быть на факультете, это отчисление студентов. Каждый из нас должен помогать друг другу, и цель прибирается, я очень эту цель преследую, потому что мне не раз помогала взаимопомощь моих коллег, с групп, благодаря им получается выйти на стипендию, и вот мероприятиями различными сплотить в факультете так, чтобы мы помогали, взаимодействовали, делали жизнь себе и другим ярче и красивее. И последнее, что бы я хотел сделать, это, как бы говорится, демократизировать процесс. Что такое демократия? Демократия, это когда власть выбирает народ, и потом власть приходит и реализует интересы народа. Вот где зародилась демократия? Демократия зародилась в религии. Демократия зародилась в религии. Демократия зародилась в религии. А почему? А вот на островах Тихо и Тихо, потому что там было мало людей. У нас факультет маленький, мы все друг друга знаем. У нас вполне должен быть демократический факультет. То есть вы, когда выбираете профорга, то вы каждый можете спросить с него, что он делает, как он делает. Вы можете подойти, спросить членов профсоюза. Витя, давай, конечно. Куда деваются материальные помощи? Как их расходы? И все подобное. И, конце концов, я хочу сказать, нам Николай Койко оставил факультет в состоянии развития. Мы развиваемся, прогрессируем. Хотелось бы это поддержать. И давайте делать то, что уже ярче и красивее. Спасибо.